Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, Дмитрий, вы с Настей не будете к семинару подключаться? Ученик Орлова Юрия Николаевича в представлении своей диссертации. Я вас приглашаю на стоятельность. Дмитрий Сергеевич, мы кого-то специально будем ждать? Я думаю, некого ждать. Думаю, можно начинать. Добро сейчас пару молодых людей подключаться. Ну а в ожидании их можно сказать, что сейчас будет выступать Плешаков Руслан Владимирович с докладом о моделировании нестационарных, неэквидистантных временных рядов. Это представляет материалы диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Юрий Николаевич, его руководитель, здесь. Так что все в порядке. Если других предложений нет, то мы попросим Руслана начать рассказ. Да, здравствуйте. Еще раз спасибо, что представили. Видно хорошо экран, да? Да, хорошо. Хорошо. А, да. Отлично. Ну тогда я начинаю. Тихонечку пока все подключаются. А я свое изображение уберу. Окей. Так. Значит, в работе исследуется данная возможность моделирования и расчета статистик до так называемых нестационарных, неэквидистантных временных рядов. В этой работе разработана математическая модель эмпирическая и реализован программный комплекс, который эту модель реализует. И далее результаты работы данного комплекса в конце я продемонстрирую, что все хорошо работает, все здорово и так далее. Хотелось бы начать с того, что это такие ряды нестационарные, неэквидистантные. Дело в том, что достаточно большое количество на данный момент исследований и работ, посвященных исследованию временных рядов, это и многопараметрические модели, и всевозможные коинтеграционные модели и так далее. Но в основном они работают с рядами, когда события происходят через определенные промежутки времени. То есть, например, там каждую минуту, каждый час и так далее. В реальности же очень многие ряды этому свойству не соответствуют. То есть, мы не знаем заранее, в какой момент произойдет какое-то событие. То есть, это и всевозможные системы массового обслуживания. То есть, когда там сколько человек позвонит, и количество аварий, и поток землетрясений. И вот в частности, тиковые, так называемые, сделки на биржевых рядах, на бирже, они тоже, соответственно, мы не знаем наперед, когда какая сделка произойдет. И так как очень много данных можно скачать, получить биржевых, Мы, собственно, и сосредоточились на анализе именно этих рядов биржевых. Вот представлен такой ряд. Цена изображена вот на правом графике. Видно, да? Все хорошо. Алло. Да, хорошо. Хорошо рассказывай. Спасибо. Да, хорошо. То есть, на данном слайде изображен как раз график нефтяных цен на американской бирже. То есть, справа представлен график на нефть, а слева интенсивность событий вот этих вот самых сделок в зависимости от времени суток. То есть, как можно видеть, в различные времена суток поток событий сильно отличается. И исследователю, чтобы сопоставлять в разные моменты времени различные статистики, соответственно, не совсем понятно на данный момент, в каком объеме, сколько данных брать, чтобы между собой их сопоставить. То есть, посчитать среднюю по определенному количеству тиков на 700-й минуте и на 1200-й минуте, мы получим совершенно разные какие-то статистики, и как их сопоставлять между собой, на данный момент не до конца понятно. И вот целью данной работы как раз таки является презентация такого инструмента, который исследователю позволит все-таки сопоставить результаты измерений в разные моменты вот эти времени с различной интенсивностью событий. Это один из запах, и второй из этапов – это построение ансамбля траектории. Для право ценового ряда очень часто бывает так, что нам нужно не одну реализацию посмотреть данного инструмента, как оно фактически было, а чтобы проверить стабильность наших предсказательных моделей, нам хотелось бы построить какое-то значимое количество реализации вот этого процесса, который мы предполагаем порождение некоторой стахастической проссистемы, и это одна из его реализаций, в реалии мы ее видим. А мы хотели бы много посмотреть реализацией данного процесса, чтобы более четко и точно установить стабильность работы наших каких-то предсказательных алгоритмов. В конечном итоге целью исследователя очень часто является ответить на вопрос, а что же будет через минуту, две минуты, час и так далее, для какого-то фактически рассматривающего инструмента. Ну да, на слайде представлены просто пути построения данного алгоритма предсказания. Структура диссертации. Можно сказать несколько слов, что традиционно всякие всевозможные методы исследования рядов, то есть начиная там с начала 20 века и вплоть до текущего момента, очень-очень много исследователей занимались этим вопросом, и вот, собственно, но часто они именно предполагали либо стационарность данного ряда, либо стационарность какого-то порядка вычитания данного ряда. Юрий Николаевич, он как раз-таки более активно занялся анализом нестационарных временных рядов, но опять-таки предполагал, что хоть ряд цен нестационарен, но события происходят через строго определенные моменты времени. То есть там были разработаны методикой как раз-таки прогнозирования выборочной плотности функции распределения на основании уравнения Лиувиля и, соответственно, модификации данного метода. Так, теперь хотел бы перейти конкретно к непосредственно работе, то есть как там все это реализовано. То есть мы рассматриваем какой-то определенный момент времени, T, считаем, что произошло N, номер этого события это N маленькая, и значит мы рассматриваем выборку длины N большое, события, которые произошли до момента этого времени. и строим, соответственно, то есть плотность вероятности по количеству тиков величины N большое, и нас интересует получить эту временную плотность вероятности для промежутка времени T большое, а не количество тиков N большое. Для этого применим распределение Пауссона и предположим, что... Так, предположим, сделаем допущение, что у нас события независимы, то есть друг от друга, и в один и тот же момент времени не происходит двух событий одновременно, так называемые условия ординарности потока. А тогда, введя интенсивность потока на промежутке времени, которое обозначается L'ябда большое, по вероятности, которая была оказана в этой формуле Пауссона для определенного количества событий, мы можем воспользоваться формула полной вероятности, и перейти, соответственно, от плотности вероятности, почитанной для количества событий к промежутку времени. То есть умножив просто каждое плотность вероятности для количества событий на вероятность того, что такое количество событий произошло на данном временном промежутке. То есть вот таким образом, соответственно, осуществляем этот переход. Далее. Далее я хотел перейти непосредственно к модели, к нашей эмпирической модели, которую мы, соответственно, разработали для именно генерации ансамбля траекторий какого-то конкретного временного ряда. То есть есть определенный список критериев, которые я сейчас возложу. Мы проверяем, насколько удовлетворяет данный рассматриваем временной ряд данному списку критериев. Если соответствует, то мы примем нашу логоизм и строим ансамбль траекторий этого временного ряда. Сейчас, взденьте. Теперь этот список критериев. Значит, длина последствий абсолютных приростов значения ряда больше минимального образуется от стандартных случайных процессов. То есть мы весь наш ряд развиваем по модулю превращения на два подряда. Первый подряд это ряд из модуля превращения равен наиболее вероятному модулю превращения. Как правило, это 80-90% всех исходов. И второй временный ряд это модуль, временный ряд из модулей превращения больше этого минимального. Соответственно, таких там процентов 10-20, как правило, сделок. Вот. И мы дальше смотрим, какие ряды образуют последовательности. Именно событий подряд идущих этого временного ряда является это стационарным процессом. И насколько эффективен в случае, если это не стационарный процесс, для именно вот первого ряда, который минимальных превращений, мы можем применить уравнение Лиу-Виля и попытаться прогнозировать вот это изменение выборочной плотности функции распределения данных последовательности данного временного ряда. То есть мы это проверяем на том, что имеем, на реальных данных. И, соответственно, мы можем применить, и все действительно удовлетворяет, то мы тогда говорим, что все отлично, ряд подходит под наши критерии, и мы можем тогда применить весь алгоритм и, соответственно, построить, сколько нам угодно много реализации данного процесса. На данном слайде, соответственно, представлено уравнение Лиу-Виля, на основании которого мы построили разностную схему для прогноза выборочной плотности функции распределения расчета и эволюции. Соответственно, переход. От номера событий также ко времени. Достаточно дартамент используется, чтобы по какой-то функции распределения генерировать в итоге какую-то конкретную реализацию процесса. То есть просто строится равномерное распределение и дальше умножается на вот эту вероятность. Так, ну здесь уже представлено алгоритм, который мы реализовали в нашей программе. То есть по данным рядам собираются все статистики, которые представлены на слайде. Строятся все распределения вероятности для каждого из этих двух рядов, которые я писал выше, соответственно, плотности функции распределения значения, плотности функции распределения последовательности подряд идущих событий. Соответственно, измеряется скорость для каждого момента времени для уравнения Белугиля. И, соответственно, первый этап подготовительный. То есть сбор всевозможных статистик, которые нам потребуются. Какие-то параметры, соответственно, можно хотеть задать руками. То есть, например, мы можем построить реализацию данного ряда, но нам вдруг интересно, а что будет, если, допустим, средний перекос, средний тренд, например, будет направлен вверх или вниз. То есть мы это в программе тоже можем там задать это число, и, соответственно, он построит такие реализации, где мат ожидания, вот это вот среднее значение этого параметра, там, тренд коэффициента, оно будет соответствовать тому, который мы задали в программе. На данном слайде непосредственно представлена схема, блок схемы. То есть как это реализовано все непосредственно в проекте. Ну, я думаю, здесь останавливаться, каждый этап описывать большого смысла нет, чтобы не тратить время. Соответственно, структура одного из модулей программы, конкретно модуля, который именно строит этот ансамбль траекторий, писала все на языке C-Sharp, это просто набор классов. Тоже модуль. Так выглядит окно работы и взаимодействия с пользователем. Так, в программе программы. А это вот уже, соответственно, по конкретному ряду. Этап сбора статистик всевозможных сейчас, вот если интересно, в принципе, тут графики можно их описать. Это вот как раз интенсивность потока событий, слева по оси представлена минута суток, справа это номер дня, который мы рассматриваем. То есть у нас мы анализировали в данном конкретном примере 20 дней, 21. И, соответственно, так выглядит вот профиль интенсивности событий. Значит, здесь слева представлены как раз таки модуль, вероятность модуля превращения в левом графике. На правом графике представлена вероятность длительности первого и второго ряда. Мы в первый ряд поделили, когда абсолютное превращение равно по модуру единицы, во второй ряд все, что больше единицы. И вот, соответственно, для длинной последовательности подряд идущих событий, для первого ряда, когда модуль единицы, это красная линия на правом графике, а для второго ряда это черная линия. Это сколько подряд произошло событий, вот, и мы видим, что, в принципе, для... когда модуль единицы, не выглядит это все вот так красиво, и что это все стационарно и здорово, как для ряда второго, когда модуль больше единицы. Так, ну и, соответственно, усреднение графика, который мы видели до этого. Это модуль превращений, распределение. Так, и вот, соответственно, здесь представлен просто какой-то пример кусок этого ряда. Вот, и для такого ряда вот мы строим ансамбль траектории. То есть вот на данном графике представлен уже конкретно финальный этап алгоритма, то есть синим жирным у нас представлен наш исходный ряд, а вот тоненькими линиями представлены результаты работы программы. То есть это пучок траекторий, который, значит, как мы утверждаем, что обладает большим количеством общих свойств, значит, с исходным рядом, и на которых тоже можно тестировать различные. и работает устойчиво или неустойчиво проверять гипотезы на данном временном гряде. Вот, и, соответственно, пример работы как раз-таки такого функционала, то есть здесь красной линией обозначено обучение какого-то, то есть вот этого предсказательного функционала, его параметров на одном, одной реализации, которая нам дана, на одной реализации вот этого временного ряда. Видно, что в точке 80 заканчивает обучение, и начиная с этой точки 80, мы видим, что предсказательная сила данных функционал вообще-то, вообще говоря, не имеет. После точки 80. А зеленое решение, собственно, вот рассматривался пучок траекторий, и на нем уже непосредственно обучались параметры. А здесь видно, что какие общие значения, да, чуть ниже, чем на красной линии, то есть зато дальше, в принципе, какая-то предсказательная сила остается. То есть эта кривая, зеленая, она продолжает идти вверх. Собственно, то, ради чего и изготавливалась, и делалась вот эта вот вся программа, то есть все эти строились, реализация временного ряда. То есть видно, что эффект позитивный от этого имеется. На данный программ получено свидетельство о государственной регистрации. Так, ну, здесь, собственно, здесь она... Вот, если какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. На мой вкус вы рассказали все слишком быстро. Лично я не понял практически ничего. Как ни печально. Если других вопросов сейчас нету, я бы тогда начал задавать свои вопросы. И начал бы с самого начала, если позволить. Едва ли не спустя. Конечно, с самого начала. Какой-то... Вот, наверное, с этого, может быть. Так, это четвертый, а перед ним что было виноват? Ага, так, хорошо. Да, вообще соображение... Так, проблема виноват. Давайте тогда предыдущий посмотрим. Проблема, которая возникает, из которой мы собираемся бороться. Это статистика собирается по объему данных, а выводы делаются на временной горизонт. В этом есть какое-то противоречие. Я не специалист, его сразу в лед не вижу. Здесь вот именно имеется в виду, что мы в каком-то моменте времени находимся, и у нас произошло какое-то количество событий. Да. Значит, мы это количество событий можем как-то что-то посчитать по этому количеству событий, там всевозможные статистики, там средние, проанализировать, да. И мы хотели бы на какой-то определенный промежуток времени в будущем сказать, что вот статистику мы здесь посчитали, что мат-ожидание, например, там средняя величина еще что-то, оно останется примерно таким же, как правило, остается примерно таким же. Но вот этот горизонт в будущем, чтобы оценить, то есть нам не совсем понятно, куда мы можем смотреть, на какую вдаль величину мы можем, то есть это характер будет для минуты, или там для... Правильно ли я понял, что анализ вот этих, экспериментальных данных не позволяет нам оценить горизонт прогнозирования, горизонт предсказания? Или я неправильно понял? Не совсем так. Можно я включусь? Да, конечно, Юрий Николаевич. Основная проблема состояла именно в том, что количество данных в один и тот же промежуток времени разное. В принципе... Виноват. В одинаковые, но разные. Да, 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 да. В одинаковые, но разные. Имеется в виду по величине промежутка. То есть если данные собрались в промежутке времени от часа, допустим, до двух дня, то от двух часов до трех, там может быть сильно другое. Я понял. Поскольку мы анализируем выборку по статистическим свойствам, которые связаны, достоверность которых связана именно с количеством данных, а не с промежутком времени, то сделать предсказательный хороший прогноз именно на горизонт по времени бывает сложно, потому что для этого нужно, чтобы в этот горизонт было бы известное число данных попадало. А сколько туда попадет данных, непонятно. И ровно вот с этим связаны проблемы, потому что чаще всего, применительно там, допустим, в бирже, мне нужно разработать торговую стратегию под конец рабочего дня. То есть на дату закрытия я ожидаю определенных движений у цены. А данные я собираю за другие промежутки времени. И у меня могут быть просто статистически недостоверные коллизии. Я собрал данные по одному промежутку, а применять-то их буду сильно на другом. А там и данных совсем будет не столько. И этому есть огромная проблема. Спасибо, это я понял. Если можно, к Руслану, перейдем к следующей тогда. Так. Тик, это означает фактическое данное, сколько их есть, да? Тик-тик-тик-тик-тик. Тик это конкретно сделка. Тик это вот это вот событие, которое мы как раз таки рассматриваем. Хорошо, понял. Значит, задача номер один – разработать модель. Задача номер два – построить модель для анализа функционала. И задача три – построить численный алгоритм и провести модель прогнозирования. Хорошо. Это, во всяком случае, на словесном уровне понятно. Если позволите, я задам, может быть, некорректный, но все-таки вопрос. Все понятия и будущие алгоритмы, они принадлежат какой области знания? Математическая статистика, теория вероятности, дискретная статистика, как они называются, то есть статистические, стахастические, статистические, вероятностные алгоритмы тоже будут статистическими. Да, статистический алгоритм – анализ данных. Да, я еще хотел бы добавить к первому вопросу. То есть часто, например, исследователи, если позволите, да можно сейчас быть, минутку буквально? Конечно. Да, то есть часто исследователи, они, например, говорят, следует ряд и говорят, что сейчас, например, волатильность, такой часто используемый параметр, она вот такая-то. Да, то есть за последний час волатильность такая-то. Но вообще говоря, чтобы рассчитать эту волатильность, там, зачат, который был, условно, вот видно по левому графику, там, 800-ка минуту, и час, который был 1200-ка минуту, это это будет это волатильный сейчас будет включать совершенно разное число событий такие вообще говоря их сопоставить между собой ну то есть коррект если просто посчитать по количеству данных вообще горят об этом в разные величины их нельзя будет сопоставлять и вот соответственно мы вот такой вот этот проблем пытаемся в этой задачи решите чтобы человек сказал одно число для 800 и минуты там в другой что ли 1200 минуты вот по левому графику говорю и вот эти числа они как-то между собой могли соотноситься да то есть человек мог ага тут волатильность было больше чем вот здесь поставил в голове и как вы вот такой сделал вот хорошо спасибо тогда к следующему если можно так основные этапы анализа функционала то есть мы сразу перескакиваем на функционал а с первой задачи мы считаем что три реально это известно и до нас до новой это более корректно этот слайд было бы уже ближе к концу поставить когда мы уже промоделировали сделали пучок вот этих вот наших траекторий тогда вот может берем этот функционал и вот его разумно описывать как он строится то есть это некоторая функция которая есть апрель набор параметров и мы эти параметры на значит так называемой тестовой выборке исторических данных мы их подбираем в той цели чтобы функционалов более корректно делал предсказания то есть по какой-то там метрики и потерь как правило там и массе берется просто минимизируется стандартное отклонение можно свеки разные другие рассматривать вот и соответственно дальше этот функционал берется с этими оптимизированные параметрами и прогоняется в будущем на неизвестных данных на данных которые мы не видели и соответственно если он тоже что-то предсказывает то мы считаем что мы задачу в каком-то виде решили и молодцы если можно я тогда скажу свое мнение об этом слайде по видимому для вас и для людей в достаточно узком круге людей которые занимаются этими задачами вся терминология понятно мне же совершенно точно непонятно индикаторами разладки считается что это общая принятый термин и годится как для стационарных так для не стационарных как для одних тогда для других как для статистик одного класса так и других статистик вот здесь все в порядке или вы будете как-то в своей работе диссертации это конкретизировать вы простите я пройду до конца слайда за ним составление и решение кинетического уравнения вот это кинетическое уравнение вы видимо предполагаете что она существует имеет стандартный вид вроде там фокера планки или какие-то там ланджи вены или что-то еще и экспериментально вытаскиваются эти самые как они называются коэффициенты вероятностные статистические ли какие-то еще либо вы это уравнение вытаскиваете из-за статистической природы того процесса который изучаете генерация пучка не стационарных траекторий заданными свойствами эволюции выборочных распределений значит вот эти свойства тоже каким-то образом вами где-то описаны ну и тыс тестирование анализ устойчивости к вариации параметров модели это коэффициентов или каких-то еще параметров то есть очень много терминов которые я скажу для доброй половины членов совета будут незнакомы я сейчас ни в коем случае не хочу просить вас рассказывать что это такое ни в коем случае но если это появляется в начале как пятый слайд но скажем так выпадают в осадок половина совета пойдем дальше к следующему словами хорошо дается обзор подходов к анализу это хорошо да водится основные понятия ставится задача в рамках кинетического метода анализа эволюции можно вот здесь я задам совершенно безграмотный вопрос а какие методы вообще существуют а методы извините чего кинетический метод анализа какие методы существуют вообще а ну это объем работы которую предыдущие ученики я соответствую николаевича очень активно исследовали эти революции функции распределения и на основании уравнения в туре вилле это один из самых простейших методов которые собственно мы в данной работе применяем мы берем это уравнение смотрим по факту работает она или нет на нашим исследуемом ряде если работает на применяем вот я николаевич достаточно глубоко продвинулся в исследовании методов анализа эволюции я понял спасибо было бы здорово тогда вот какой-то набор необходимых понятий в начале на презентации представить до того как все остальное пойдет и возможно вот такие комментарии что существует много различных методов известно там в классике от феллера дуба и как куда-то дальше но вот мы базируемся на методике разработаны в школе орлова там такие то такие то и поэтому здесь мы идем в этом направлении и слушателям будет понятно в каком окружении в каком направлении мы движемся это я просто прокомментировал спасибо формулируется основная модель вот скажите сразу на в скидку вы ее формулируете я ли она была сформулирована а вы ее уточняете ну значит а базовые основы были сформулированы предыдущими учениками мы очень хорошо руслан значит так тогда не нужно писать формулируется потому что в паспорте специальности построение моделей и формулировку новой модели запрещены ну а вот какой термин этого с юрий николаевичем решить раз базовая модель есть все замечательно вы ее исследуете вы ее модифицируете вы ее настраиваете его подстругиваете рихтуете все что угодно да наверное вот леонид антонович я вклиниваюсь вы наверное совершенно правы в том плане что вот есть уточнение этой модели исходной вот в том виде как руслан потом начал говорить что выделяется такая стационарная составляющая такая это не стационарная это вот некоторая модификация правильно я понимаю что корректно это назвать модификации модели да вполне причем та модификация которая соответствует переходу классу объектов если да хорошо спасибо теперь строятся численные алгоритмы вопрос действительно строятся разработка алгоритма но я знаю не чуть ли не именными бывают эти алгоритмы особенно в детерминированном анализе не знаю как стахастической области вы действительно строите что-то революционно новое или в классе имеющихся выбираете свой и его обстругиваете опять-таки но больше обстругиваю все-таки да то есть мы взяли опять термин строится заменить каким-то другим модифицирует ну я уж не знаю вы со своим руководителем уточните что лучше я не берусь сейчас судить потому что когда говорится я взял и построил это вызывает нездоровый интерес слушателей понятно хорошо хорошо у индикативных статистик обязательно этот термин нужно будет где-то в начале определить прокомментировать не обязательно строгое определение но хотя бы образное примеры да подытоживаются результаты и описываются их применение вот это совсем плохо что результат это описание применения результат это что-то вот ехали ехали и приехали строгали и выстрогали и совершенный глагол совершенная форма что-то должно быть замерз прошу хорошо да понятно мы тогда пойдем дальше дальше регрессионная это как один из вариантов или вы всегда будете заниматься регрессионными методами ведь выделение тренда а ну здесь методами и методами не будет это просто список да 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 все от регрессионные адаптивные модели к модели систем массового обслуживания юрий николаевич а сейчас к вам вопрос то что вы берете распределение пуассона в качестве базового примера в этом глубокий смысл если зададут а другие реализации другие статистики вы пробовали что будет отвечать ваш подопечный нет а не пробовали б по-видимому это буду аккуратно говорить особенного значения не имеет потому что на самом деле мы не завязываемся на распределение пуассона а просто это как пример позволяющий достоверно протестировать что-то ну то есть генерировать нечто с известным распределением а так то в общем то они берутся из практики жизни замечательно было бы хорошо если бы он это сказал что именно в качестве примера да хорошо если можно дальше на следующий прогноз ряда как среднего значения прогнозной функции орлов 8 хорошо прогнозирование траектории есть генерация ансамбля так виноват и если это все делалось это когда ряд считался эквидистантным да хорошо поляра так в настоящий стоп минутка и ранить и строится модель вот строится модель плохое словосочетание юрий николаевич вы как-то да принял сведению модель не строится а может пусть совершенствуется модифицируется до модифицируется совершенствуется слово строится мы уберем из презентации из текстов хорошо если можно дальше плотность временная плотность вроде бы для тех кто занимается теорией вероятности все понятно идем дальше это я человек безграмотный не буду приставать здесь тоже более или менее все понятно так виновата вот это мил это только для пуассонов скиф или для любых не вообще для любых для любых хорошо спасибо идем дальше да так дальше вот здесь способ вот здесь тогда сказать что рассмотрим в качестве пример но это один из примеров да если можно дальше да вот здесь я вот здесь я немножко начну им физические предположения это серьезная слайд и его нужно вот руслан ни в коем случае не бегом ментальное предположение они едва ли не самые главные теоретически важны безусловно важны они свидетельствуют о вашей а грамотности это квалификационная работа но ваши эмпирические предположения это выделение той области объективных каких-то событий и и явлений которые вы исследуете поэтому длина последовательности абсолютно вот что значит больших минимального значит минимальный по ходу реализации меняется может уменьшаться и поэтому пересчитываются вот эти самые последовательности ну конкретно то что берем ряд и смотрим по факту вот эти от тика к тику есть какое-то изменение цены вы нашли этот минимум один и дальше работаете зная этот минимум да да хорошо он один и соответственно разбиваем ряд на два подряда то есть который один вот то что перекос вероятности это стандартный термин да перекос да да это это принятый термин статистики перекос или там скос ну вот если можно свободный параметр задачи но второе это реализовано как часть управления и большом может быть тогда и сказать что среди большого набора параметров выбираем этот в качестве какого-то вот это вы предполагаете удовлетворяет уравнение любили либо в большом количестве случаев это так поэтому мы предполагаем мы конкретно берем проверяем это уравнение для реализации ряда удовлетворяет или нет и есть соответственно удовлетворяет то мы говорим что значит эмпирическое предположение выполнено и мы можем применить модель а если не удовлетворяет узнать что ряд вот такой что они у нас брали и пытаться от браку довольно много хороших да понятно это тоже хорошо бы сказать хорошо да здесь понятно дальше можно да эта бумажка возьму тоже буду писать столько всего сказать надо уравнение любили так как мы предположили что он ему удовлетворяет мы его и начинаем интенсивно использовать хорошо понятно есть есть хотя вы знаете руслан я должен сказать все таки слова комментарии нужно обязательно произносить молча пролистывать слайд прозрачку без слов это происходит угнетающие впечатления на слушателей они не успевают в прочесть все буквы осознать что здесь написано вам следует сказать первое уравнение это то-то второе уравнение то-то третье уравнение то-то 4 это то-то они нам нужны для того чтобы то есть должен быть какой-то вот какая-то нагрузка зачем мы все это приводим понятно хорошо так вопрос на нас засыпку строится только по формуле обращения строго возрастающий или возможны другие способы почему выбрали это ну такой классический наверное в 99 процентов случаев применяется именно такой подход то есть наверное может быть даже комментарий нужно сказать да хорошо есть так сбор статистик вот смотрите сначала вы говорили об эмпирических предположениях затем про говорили про то какие соотношения выполняются и вдруг неожиданно сбор статистик а генерации еще не было с чего вы эти статистики собираются здесь рассказать непосредственно про сам алгоритм то есть работа алгоритма то есть уже представлена описывается то есть как эта программа работает ее внутренности на первом этапе мы допустим проверили наши гипотезы нашим пилотки вот это преамбула должна быть сказано хорошо понял да дальше можно будет когда закончишь да 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 вот следующий так но здесь я даже вникать не буду здесь опять перед каждым этапом как какая-то преамбула он нужен для того чтобы понял понятно хорошо а вот здесь ты сказал вот это мы даже обсуждать не будем потому что здесь все понятно во первых ничего не видно из зала будь и мы ничего не понятно рассказать нужно обязательно то этот остановиться этом слайде поподробнее прям каждый блок описала весна не так подробно сколько смысл здесь имеется там сколько четыре блока в каждом из них выполняется какой-то набор 1 им идет выполнение по линейной логике 1 2 3 4 что есть вход что перерабатывается что в результате каждого блока и что получается на выходе то есть смысл того что происходит почему блоки выделены такого сорта ну вот слушатель должен понимать что здесь за этим же стоит ваша работа большая понятно да хорошо здесь собственно тоже надо писать да конечно ведь вы не случайно такую архитектуру выбрали распределение вот этих самых я не скажу что это блоки это какие-то этапы да что потом и не нужно размазывает на 10 минут но хотя бы полторы минуты рассказать что здесь делается то то делается то то потом и перелопачивается на выходе получается верифицируется не верифицируется доверяется безусловно потому что все верификации были произведены раньше ну и тому подобные вещи да можно дальше идти понял хорошо здесь структура программы но это действительно иллюстративно если вы все предыдущие рассказали здесь функции которые почему эти функции выведены они другие других нету или эти существенные но это основной набор то есть там акважной функции при там понятно еще какие-то разов да ну хоть как какие-то слова скажите что такие 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 хорошо здесь тоже несколько слов сказать надо бы даже рабочее окно до рабочее хорошо может быть даже когда чем-то она заполнена будет более иллюстративно какой-то график чтобы например хорошо так вот здесь какие-то больше системные требования то есть язык описан алгоритма описаны основные классы как называются что необходимо что верить операционная система можно я задам вопрос а здесь много всего написано архитектура вот этого программного обеспечения выносится каким-то образом в результаты в положении что-то еще либо это иллюстрация иллюстрация да иллюстрация ну тогда и при этом слайде стоит сказать в качестве иллюстрации можно привести следующее чтобы слушать или не напрягались пытаясь понять а чтобы это все означало понятно а вот это совсем непонятно вы показали но вот здесь пример и все но хоть пример чего что было сделано в результате чего это получилось то есть написать я вроде пытался даты себе не что это вы сказали по левой по правой это вот так ну хорошо что вы взяли загнали переработали получили и глядя на это мы можем судить что вот признаться глядя на этот рисунок если вы в него осматривались много раз наверное вы можете видеть что-то но я с моим старческим зрением не могу увидеть ни трендов не периодичности ничего в этом почти что монотонно синим цвете понятно хорошо да конечно надо будет переделать чтобы не оставалось нет недопонимания скажу что по правой оси это дни к левой оси это минуты течение дня картина представляет собой распределение интенсивности событий по дням и по минутам то есть у них есть некоторая накладываемая периодичность ночью никто не работает так сказать а вся работа днем ну и вот как потом с таким вот меняющимся потоком правильным образом выбрать из него какой-то фрагмент данных для формирования вот того что мы будем использовать например в качестве пасомского потока в качестве другого потока вот идеология так вот вы сказали эмпирические вероятности эмпирические вероятности тех процессов которые вы сгенерили или чего-то еще а не здесь представлены вероятности именно вот какого-то рассматриваемого ряда которые мы вот анализируем в качестве примера приводе которые взяли сайта до качали данные ну хотя бы слово это должно быть что эмпирически имеется ввиду не то что получилось в результате моделирования а в результате анализы экспериментальных данных хорошо хорошо дальше что вот здесь я тоже не понял вы очень быстро проскочили надо бы проживать для зрителей слушателей так что минимума руслан как-то считает что это очевидно что находятся ну только минимального расстояния так сказать между эталонным профилем и текущим потоком вот ну и как бы все таки надо действительно указать что жанре что здесь подписи под рисунками есть но их никто не читать не будет не успевает просто конечно поэтому их надо прочитать ну да виноваты тоже не рассказал что на будущее здесь вот по этому графику по минимуму определяется сколько нужно брать фактически дней назад чтобы строить собственно наиболее точно средний профиль активности то есть не надо употреблять наиболее точно вы что обсчитали все возможные в природе разуме да не наиболее точно а достаточно хорошо достаточно хорошо или может наименее не точно не употреблять поэтому не наиболее не наименее употреблять не надо руслан вот это не гарантируем что это оптимальный вариант какой какая ценность вот в этом графике я не понял ну вообще на самом деле сейчас руслан пойдет в дебри это самое детализации тиковых сделок я скажу проще нет на самом деле эти графики нужны для того чтобы предложить одну из тестовых моделей вернее не модели из тестовых вариантов как задать какой-нибудь вот процесс переменным трендом вот задается количество это показывает перекос сделок положительным и отрицательным перевесом вот здесь отрицательный перевес перекашивает на другом графике положительный перевес перекашивает это плотности распределений ну да ну тут так как-то не очень видно все это хорошо перекос это незначительные по фактическим событиям и то что может быть сгенерировано под похожим образом вот генерируется из эталонов такого типа то есть это типовые талоны которые применение которых библиотека таких эталонов нарабатывается из этой библиотеки можно сгенерировать вот ряды подобные тому который будет дальше это обязательно нужно сказать хорошо хорошо есть не стационарный то есть взяли из природы из какой-то данные сайта торговых палат или чего-то да вот действительно зрители читателя трудно прочесть пять страниц опять строчек вот этого убористого текста какие-то слова нужно обязательно произнес хорошо так вот этот генерации но сгенерировали и что да и что да и что вот мы объясняли как раз на следующем слайде то есть я установился вроде как тогда нужно в конце сказать из по воспользуемся этим для ну такие слова связки очень полезны реально вот верни пожалуйста предыдущие да да я поясню что хочет услышать леонид антонович вот я чувствую что он чего-то хотел услышать немножко другое вот что нужно сказать что каждый момент времени берется сечение вот такой перпендикулярная оси x а вот этого ансамбля и получаются точечки ну траектории пересекают да 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 и вот они они образуют локальную выборку по которой мы в этот день оптимизируем какой-то параметр ну вот нашего управляющего функционала другой день проведем сечение там оптимизируем в третий день и вот так вот мы пройдя по вот этой вот по всей компании траектории находим распределение не одну точку а распределение оптимальных параметров уже по распределению выбираем то где там моду этого распределения или там среднее значение если мода не очевидная то есть работа идет именно не по одной траектории а параметр определяется через распределение этого параметра построенного на траекториях вот для чего они нужны либо я обманываю себя либо я понял мне понравилось такое объяснение понял в общем надо чтобы такое же чувство было и у слушателей все понятно вот здесь я не понял зеленое и красное все-таки это что ну вот на восьмидесяти процентах отрезали дальше пошли набор точек красного цвета и зеленого что один что другое означает а не восьмидесяти а не процентах а просто . и соответственно надо вертикальную линию нам будет добавить где именно это . полезно было бы ну и дальше вот это вот доходность данного функционала она соответственно рассматривается после точки 80 и красный набор точек это мы делаем для какой для нашей одной реальной кривой обучать на одной нашей выборке который нам дана а зеленая это мы вот эти параметры на ансамбле до ансамбле обучали это не было сказано в первый раз тогда не было потому что первый раз не было проговорено править хорошо с этим понятно еще немножко вернее вернее да да заодно и сам послушаешь значит тут важный еще вот какой момент функционалом является доходность торговой системы торгов какой то то есть торговая система сама представляет собой некоторый функционал над случайным процессом его нас касаемся то есть она там в ней зашиты какие-то условия которые собственно и оптимизируются по траектории то есть например когда цена пробивает там уровень который шире среднего значения там на десять процентов то вперед ну например но это правило так правило функционирования по законам нормативам и прочее это все зашитывает функционал и мы так сказать здесь не обсуждаем содержимое вот такого функционала а настраиваем его параметры вот десять процентов или одиннадцать или двенадцать или сколько вот и вот если взять одну траекторию но достаточно длинную по ней получается что допустим десять процентов надо взять а если взять ансамбль то получается что двенадцать ну так вот грубо говоря и дальше запускается процесс вот с оптимизированным параметром из параметра который рассчитан по одной траектории до чего смотрится насколько ведет улучшается доходность или нет вот от того что ситуация оптимизировалась на ансамбле а не на длинной траектории условно говоря это различие которые мы наблюдаем на неэргодических процессах когда усреднение по времени не равно усреднению по ансамблю вот вот оно как говорится на лицо и это и этот бы комментарий про неэргодичность тоже в конце ставить неплохо до этого это тайный момент вот ровно поэтому а иначе и не нужно было бы действительно всю городить огород потому что сделал одну траекторию ты радуйся она не хороша вот а вот от неэргодичности вся и головная боль да понятно хорошо спасибо ну с этим понятно да я думаю что новизна значимость и прочее вот так в попыхах лучше бы не оценивать а лучше смотреть более пристально и скрупулезно юрий николаевич я не возражаю давайте мы может быть от с вами отдельно проговорим вот так у нас была встреча мне очень понравилось это все прообсуждали по этому поводу наверное просто с вами переговорим тогда я исчерпал свои вопросы у кого-то еще есть дополнительные вопросы я действительно очень хочу чтобы кто-то что-то сказал умное или глупое можно у меня есть вопрос да конечно но он на самом деле совершенно стандартный мне кажется что не хватает рассказа про верификацию того что вновь на защиту вот я так понимаю что какие-то данные последней главе были обсчитаны и я ожидал что их сравнят ну с какими-то другими может быть обрубанными на первом слайде подходы что такое вы предпринимали то есть подходами конечно это скучновато и делал ну я позволю сказать следующее как бы хочется быть уверенным в том что вот предложенный подход работы и поскольку честно говоря в теории того что вы рассказали я почти ну многого не понял давайте так формулируем если бы вы показали что зато получаются вертолепные результаты вот но для решения практического примера я бы ощущал что нет ну все в порядке все законно особенно по сравнению с другими как было сказано в начале отметенными как недостаточно успешным ну вот как раз таки слайд который вот этот красный красные линии кривыми он как раз таки демонстрирует успешность предложенного подхода и это так и есть ну то есть вот красная линия это вот если подход не применять родная если привели руслан прошу прощения есть определенные критерии которые нужно произносить произносить как заклинание там есть такие вещи достоверность это сравнение с экспериментальными данными и сравнение с работами других авторов если невозможно сравнить с экспериментальными то есть это факт ну не только успешность но я обязательно сравнение с другими сравнение с другими чем сравнивать вопросы что-то придумать надо обязательно моделей действительно этих траекторий очень полно можно можно придумать сравнение да согласен если позволите из этого же цикла вот просто вы поняли эмоции мои и может быть людей которые будут сидеть рядом вот что называется все мы знаем что если взять какой-нибудь временной обряд и засунуть его какой-нибудь язык р то какой-то результат на выходе получится и в общем даже не так важно стационарный ряд или не стационарный и когда вы говорите что вы предлагаете другой метод а вот то что было раньше это что делает стандартная программа это плохо ну это как-то должно быть проиллюстрировано потому что в противном случае у человека вот у меня например остается такое ощущение что да ну вроде сделано но я вроде могу сделать это по-другому и не факт что хуже вот такая вот мысль она она точится сознание вы должны разрушить эти иллюзии хорошо понятно подумаем как это сделать хорошо я тут тоже сделаю небольшой это комментарий относительно иллюзий тут дело в том что каждое конкретное решение вот задачи о принятии того или иного торгового решения ну то есть купить или продать ну то есть робот решает это на основе критериев статистически он посчитал по статистике данных там среднее значение размах какой-нибудь интерквартирный еще какие-нибудь параметры и наш сказал о вот на уровне значимости 005 принимаю решение и так вот ну ему сказали на каком уровне значимости принимать там на 010 на 005 ну и вот он и принимает прошел год вот эти вот стандартные методы они прекрасно работают но когда стали смотреть это вот типичная ситуация с биржевыми рядами сколько собственно провалов действия робота то это не 005 а 030 на самом деле решения принимаемые стандартными программами они на взгляд то не видны что они неправильные чудесные решения вот но просто количество неправильных решений сильно больше чем должно быть по стационарным критериям в этом и есть плохость этих подходов что они в принципе рабочие но на выходе эффективность сильно низкая за этим собственно и борьба но борьба конечно за проценты то есть у нас не получается на 005 и не получится более того вот методы которые мы развивали показывают на каком уровне в принципе можно предлагать решение задачи на уровне вот 020 025 вместо 005 это еще как бы допустимый ход событий лучше не получается по-видимому в принципе ну вот какой такой комментарий юрий николаевич если позволите я бы тогда не то чтобы порекомендовал но подсказал посмотреть например такой вариант если вот эти самые экспериментальные данные либо с торговых площадок либо откуда-то еще выбираются из того промежутка где статистика выполняется то там сравнение вашего метода с предыдущим будет не слишком выигрышно да ну а затратность может быть увеличится если мы возьмем в качестве такого примера вопиющего когда статистика нарушается традиционная то вот тогда старый метод проваливается а наш тоже ухудшаются показатели но не настолько вот что нибудь в этом да 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 вот очень-очень хорошо потому что действительно есть совершенно хорошие трендовые участки на уровне там полугодов например когда прекрасно работают авторегрессионные модели они ничуть не хуже чем все остальное все очень хорошо работает вот но бывает да и провал и да согласен вот это пример будет хорошо поставить руслан да хорошо ага понял почти большое еще какие то вопросы замечания господа присутствующие товарищи дмитрий сергей 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 ильич анна владислав я думаю меня никто слушать не захочет захочет нет я я не буду высказывать ни одного сейчас высказываться сейчас у меня ни одно положительного слова нету ни одного это показа того что сказал юрий николаевич с вами проведем еще одну встречу коллеги ну я имею ввиду в отсутствие искателя да здесь основная проблема это соответствие паспорту специальности в сегодняшнем докладе никаких изменений по сравнению с тем что раньше мы видели не произошло и это производит угнетающие впечатления на дмитрий сергеевич а побольше формула нет 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 речь не аккордная совсем я леонид антонович извините просто да я преподаю ведение научное программирование детям второго курса и рассказываю о нем не выполняют проект обсчитывает модель так далее и я объясняю что им нужно говорить есть семиотики у нас три элемента синтаксис семантика и прагматика синтаксис это как семантика это что и прагматика это и зачем в презентации должно быть много зачем потом идет что и совсем немного как сегодняшней презентации мы увидели как то есть такое ощущение что мы слушали студента который впервые написал свою первую программу и настолько горд этим что хочет донести до всех как он что-то там не делал то что никого собственно кроме него не интересует и не интересные не прагматики не семантики мы не услышали то есть зачем все это делается какая модель считается зачем она считается у нас нет семантик семантика а собственно какую модель мы применяем мы можем сказать что конечно мы берем методы статистического моделирования машинного обучения но тогда это уже не маг моделирования это даже в новых специальных сетях разведена нету модели собственно непонятно то что назвали блок схема это не блок схема описание программы никому не нужно даже автору и проблема номер два нужно решать срочно проблему с публикациями иначе можно выехать за пределы этого года и прямиком въехать в новые специальности а это повлечет за собой переделку всех документов есть есть такое желание хорошо спасибо большое за комментарии учтем что побольше зачем поменьше как по поводу машинного обучения так далее то это больше относится уже функционала которые мы оптимизируем на данных которые мы построили то есть поэтому и вообще ничего не говорила о самом функционале то есть арсенал использовать который имеется но это собственно за пределами данной работы мы для данной регрессии это тоже машинное обучение ну да я сейчас говорю про весь комплекс методов машинного обучения в том числе новых градиентные бустинги и так далее в данной же работе больше говорится о данных которые поставляются к этой модели то есть первый самый этап подготовить когда эффект вперед какой-то ряд применяет алгоритм стоит этот набор то на чем будет обучаться эта модель которая который вы рассказали ну соответственно я понял что побольше рассказать вот зачем именно и почему это все нужно применять зачем это лучше чем один ряд видимо недостаточно много сконцентрировал на это внимание вот смотрите вот смотрите у нас собственно то что мы исследуем состоит из операционной части и модельной части операционными часть операционными частями занимаются физики экспериментаторы или инженеры это у нас подготовка данных подготовка к системе к тому состоянию который мы начнем исследование а потом снятие данных с этой системы научная работа это состоит в том чтобы описать модель и реализацию модели математическую имитационную статистическую неважно сейчас вы сказали что вы не занимались моделью занимались данными то есть вы себя относите к инженерам тогда вам нужно по техническим наукам защищаться но до данные это не наука данные это инженерия подготовка данных и так далее но если наверное какие-то классические методы туда но мы здесь предложили математическую модель которая из по сути от одного набора данных генерит новые данные я не совсем тут согласен что это какая-то тривиальная совершенно задача задача которая модель построена применена то есть доказанная эффективность не доказано ну надо это больше каких-то примеров может быть тоже приводить чтобы показать простите если можно я все-таки вмешаюсь здесь некоторое разночтение происходит у товарищей обсуждающих руслан когда говорится речь идет о модели в рамках специальности математического моделирования эта модель в понимании самарского и его школы юрий николаевич это очень хорошо знает и поэтому он приватно объяснить нюанс вот того о чем сказал дмитрий сергеевич я правильно понимаю юрий николаевич да 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 согласен с вами да сейчас не стоит об этом это две вещи ты сказал дмитрий сергеевич еще что то потому что лучше раньше услышать но с публикациями тоже возьмем на вооружение и может быть юрий николаевич вы говорили что может быть в целом подадите нет это все-таки от пола у вас мы будем смотреть если буду успевать хорошо посмотрим добро да дмитрий сергей нет пожалуй ну и кроме того что я ничего не понял ну я тоже сказал самом начале что рассказ был такой что понять было но для меня невозможно это не значит что вообще невозможно то есть того о чем сказал дмитрий сергеевич зачем и что слушатели не услышали да понял так и бога за комментарий это не есть претензия к тому что вы сделали плохо или сделали не то или сделали не так вы не смогли донести до слушателей вот о чем еще кто-то хочет сказать если больше кто никто не хочет сказать юрий николаевич вы все-таки скажите пару слов насколько вы удовлетворены чтобы конечно может быть и лучше просто мы исходили из того чтобы уложился в 20 минут вот такая стратегия хотя поскольку это научный доклад то можно было делать минут сорок да конечно понятно как бы попытка как говорится не пытка ну и хорошо сделали сделали да можно было бы более подробно описать постановки задач поработаем над этим руслан проработать да спасибо большое спасибо вам спасибо за время за комментарии приятно очень это наш долг хорошо тогда тогда мы открываемся до спасибо большое всего доброго ага счастливо до свидания